Всем привет! Это подкаст «Раскадровка», где мы идем по списку 100 духовнозначных фильмов и добрались до фильма «Музыкальная комната». С вами ведущие Людмила и Алексей. Да, всем привет! Фильм «Музыкальная комната» 1958 года, режиссер и сценарист Сатьяджит Рай. Его считают примером, что ли, или даже таким исключительным феноменом, явлением индийского неореализма. Это режиссер, который пошел перпендикулярным путем к Болливуду и попытался снимать фильмы в Индии про Индию, которые не просто являются такой формой красивого побега от реальности, а в каком-то смысле показывают нам эту реальность и пытаются очень деликатно работать с теми историями, с теми визуальными образами, из которых состоит жизнь реальных индусов, реальных бенгальцев. Сделал для кинематографа Индии очень многое, в том числе, там, киносообщество первое в Индии открыл в 1948 году, вот, и учился у Ренуара, вместе работал с ним над фильмом об Индии же «Река». Собственно говоря, фильм, он по сюжету кажется в пересказе особенно довольно простым, да, вот мы видим этого феодала, который, там у него есть какое-то специальное индийское или бенгальское имя, как? А, в смысле, феодал Заминдар, он называется. Заминдар, да, это, я не знаю, видимо, бенгальский термин. Да, это владельцы земли, землевладельцы. А, землевладельцы, да. Ну вот он, да, мы видим такого достаточно богатого землевладельца, кстати, в этом фильме большую роль играет дом, в котором он живет, как раз содержит рай специальный скау, вот этот вот замок, он потом еще в других фильмах его использовал. Такое поместье, да, в котором есть вот эта вот атмосфера времени, да, то есть в нем есть и богатство, и в то же время оно, видимо, он, так сказать, уже как-то потерял былой роскошь, и он так работает. И он роскошен, но это такая уходящая роскошь, как и сам вот этот вот главный герой, он принадлежит древнему какому-то роду, то есть у него весь этот вот замок наполнен портретами его предков, и вот он гордится своим аристократическим происхождением, но эти славные времена индийского феодализма уже в прошлом, вот, и как раз его главные, так сказать, конкуренты, кто его раздражает, это сын ростовщика, видимо, сам какой-то коммерсант, ростовщик, да, ну, такой индийский новый русский, новый индус, да, ну, в общем, такой богатей, да, который вот как-то… Коммерсант. Коммерсант, да, который много работает, да, ну, вот занимается такой коммерческой деятельностью и богатеет постепенно, но не имеет вот этого флёра благородства в его семье, в его роду, и он как-то вот завидует этому Хузуру Роя, а Хузура Роя раздражает вот сам феномен этого новориша, который, как ему кажется, вот только вот благодаря деньгам вдруг решил, значит, изобразить из себя какого-то достойного человека, вот, а на фоне всего этого в фильме происходит музыка, да, мы видим, как вот этот главный герой, музыкальная комната, это комната специально в этом замке, где происходят различные музыкальные концерты, видимо, так было столетиями, ну, в общем, вот это вот противостояние, так сказать, вот этой такой некой увядающей аристократии, собственно, Вишневый сад Антона Павловича, да, ну, в общем… Коммерции, коммерции. Да, да, и нового вот этого поколения, так сказать, просто таких хватких людей, вот. При этом зачем это хватким людям косплеить аристократию, я не понимаю. А, очень понятно, потому что, ну, они как-то чувствуют свою вторичность, да, то есть у них есть это ощущение того, что… Потому что они-то как раз рвались вверха, и тут вот эти верха, с одной стороны, увядающие, вот, ну, это аристократия старая, она как-то их, ну, не принимает, да. И здесь вот это такое противостояние вот некого такого утонченности, в общем, у которых много времени, чтобы предаваться искусству, вот, вот. Ну, потому что, скажем прямо, увлечение искусством не всегда приносит деньги, а иногда даже наоборот. Вот поэтому людям, у которых нет запаса прочности в виде, так сказать, наследства, ну, как-то им не всегда хватает времени, чтобы всем этим вот как-то там предаваться искусству, там, не знаю, экспериментировать и искать себя в творчестве. Но, помимо этого, мы видим, что жизнь самого этого феодала, она угасает, как и замок, как и образ жизни, да, то есть, и там у него ещё личная трагедия происходит, гибнут его жена и сын. Но этот фильм интересен тем, что вот эта сюжетная линия наполнена вот этими примерами этого классического индийского традиционного искусства. Ну, собственно, для этого, походу, снимал режиссёр этот фильм. Он просто канву обозначил, ему важнее было музыку показать. Да, он так сказал, что вот уже в то время, собственно, начинался вот, ну, болевод, вот тот самый стиль индийского кино, в котором там актёры там пляшут, прыгают, ну, это такая форма, ну, то есть, да, своеобразная форма эскапизма, почему нет? Да, это похоже на американские фильмы тоже. На мюзику. На мюзику, да, то есть, это вот такое, да, где все вот там прыгают, танцуют, вот всё, такое карикатурное изображение индийского кино, которое сейчас везде воспроизводится, да, там, и если там кто-то начинает во время фильма там танцевать, там, с определённой мелодикой, то мы все с улыбкой вот вспоминаем индийское кино там. Но Саджи Тарая ему казалось, что вот такой подход, он, ну, то есть, это такая как бы попсовизация настоящей индийской культуры. Он решил снять фильм, в котором, как он видел, как надо, как может работать музыка, как может вот в фильме присутствовать вот эти вот, ну, такие формы искусства, как музыка и танцы. И в этом фильме, собственно говоря, мы видим такие три концерта, которые происходят вот на разные периоды жизни этого главного героя, когда и в каждом из этих концертов это такой, это действительно настоящие индийские музыканты, хорошо известные, которые вот представлены, ну, благодаря которым, может быть, и благодаря этому фильму отчасти, я думаю, сохранилось вот какое-то наследие индийской культуры, это очень, ну, вот этот узнаваемый какой-то ритм, и причем они все очень разные, да, там они, потому что Индия, ну, мягко говоря, разнообразная, богатая культура и страна, там это вот для нас там индусы, да, так это, ну, сам Саджи Тарая бенгалец, да, это отдельная такая национальность, и, в общем, как раз он попытался в фильме вот что-то такое схватить, передать. И действительно, сам фильм, он, с точки зрения такого музыкального эстетического удовольствия, конечно же, ну, просто очень приятен. Да, и еще в этом фильме есть такой интересный образ, который, с которого фильм начинается, который в фильме потом присутствует, и в котором фильм заканчивается. Это образ такой канделябры, ну, такой люстры со свечами, которая вот висит в этом замке, вот, потому что она, с одной стороны, она очень красивая, очень непрактичная, да, ну, потому что это нужно зажигать эти свечи, да, то есть там как раз в середине фильма мы видим, что вот это его сосед этот, ну, говорит, что он там электричество у себя завел, да, ну, намного удобнее. Вот, но здесь вот мы видим это вот какой-то такой образ вот этого уходящего мира, такого красивого, богатого. Кажется, что вот это вот проскальзывает. Уходящая натура. Да, вот это некая, ну, некая ностальгия, что ли, ну, вот. Любование, ну, миром, в котором, по крайней мере, вот ценят тонкость. Кто-то умел слушать музыку. Кто-то умел слушать музыку, да, кто-то вот в ней разбирается, что это не вот ваш этот Болливуд вот этот, да, вот с танцульками вашими, а это вот. Но он не победил Болливуд. Чем фильм интересен, и почему, я думаю, кстати, его поместили в список-то, да? Да, кстати, такой вопрос возникает. Ну, потому что здесь есть и, ну, понятно, что здесь есть там карикатурные изображения человеческих пороков, таких там, не знаю, как гордость, там и всё прочее, там, может быть, это кого-то как-то подкупает, как такая метафора или, не знаю, притча, да, о человеке, который вот ради, там, не знаю, своего тщеславия, там, по сути дела, погубил там свою жизнь. И мы видим, что он, собственно говоря, очень такой нерадивый хозяин. Ну, да, но единственное, в чём он хорош, это в слушании музыки, а во всём остальном. Да, да, он слушает музыку, и здесь, в этом фильме кажется, что именно вот такой самый положительный герой, и тот, кто, кажется, всё-таки вот, ну, побеждает, это музыка. Да, да, потому что она вот представлена как некий такой, вот мы видим этого ушлого коммерсанта, мы видим этого непрактичного высокомерного аристократа, но, и они вот в моменты проявления своих этих негативных каких-то характеристик, своих особенностей, они, ну, крайне неприятны. Но потом звучит музыка, и мы видим, как она преображает лицо вот хузура Роя, да, этого феодала. Мы видим, и мы видим даже в конце фильма, как она захватывает вот этого коммерсанта, да, как он, оказывается, увлечён там, ну, вот этим виртуозным каким-то исполнением вот такого народного танца. Да, 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 то есть это как-то вот музыка, она, это нечто, что, ну, как бы инаково, да, трансцендентно по отношению вот к этому миру, она как-то превосходит, да, она такая гостья из вот, не знаю, что ли, другой реальности, да, она существует как бы и поднимает, что ли, приносит какой-то смысл и красоту, и духотворённость вот этим людям, которые не вот чтобы её заслуживают, что ли, да, вот, я думаю, что в этом, наверное, и очарование фильма, да, и нас-то тоже больше всего запоминаются не эти персонажи, которые, ну, показаны где-то, мне кажется, каррикатуризированы и плосковато, да, так вот, если честно говоря, хотя не знаю, а запоминается музыка, да, музыка, которая вот этот фильм, она его соединяет, и она вот остаёт это чувство не просто грусти, а такой светлой грусти, да, потому что, ну, она-то осталась, вот, она продолжает, так сказать, своё путешествие, и не высокомерие феодалов, не, так сказать, какая-то безграмотность, ну, вориши, они её не могут победить. Измерение нашей жизни несводимое вот к этой рутине там и к каким-то порокам и личным эмоциям, да, ну, и действительно, как бы искусство здесь показано как то, что преодолевает, и то, что и сегодня мы знаем, что, мягко говоря, не все, кто занимаются искусством в жизни, обязательно приятные люди, вот, да, там, не все, кто жертвует на искусство обязательно, там, понимающие приятные люди, но сам факт этого искусства, что, ну, вот, вопреки всему этому и, как кажется, параллельно, да и даже, ну, всему этому оно все равно присутствует и как-то приносит нам какие-то моменты такого вау, ну, то есть, такого прозрения, не знаю, благоговения, да, восхищения.